Краснокаменск вошел в первую группу моногородов с наиболее сложной социально-экономической обстановкой. Сегодня на городообразующем ППГХО работают лишь 23% взрослого населения. Альтернативных мест трудоустройства в городе почти нет. Поэтому край активно взаимодействует с Фондом развития моногородов, который готов финансировать создание рабочих мест. Однако для этого правительство должно привлечь в Краснокаменск потенциальных инвесторов. Каковы его основные преимущества? Во-первых, расстояние до Читы – всего 525 километров. Во-вторых, расстояние до одного из крупных сухопутных пунктов пропуска с КНР – всего 80 километров. Железнодорожное, автомобильно-авиационное сообщение. Имеются резервные складские помещения ППГХО. Что значит статус резидента ТОРа, кажется, до конца не понимают даже сами предприниматели. Сегодняшняя встреча – это не только попытка привлечь бизнес к участию в реализации проекта, но и своеобразный ликбез. Для тех, кто решит работать на территории Краснокаменска, тарифы на энергоресурсы будут в три раза меньше, чем в крае. Начнет действовать целый ряд налоговых льгот. Например, налоги на прибыль и имущество в первые пять лет вообще взиматься не будут. Ряд инвесторов уже активно интересуется зоной ТОРа и готовы развивать здесь свое производство. В числе таких компаний – например, корпорация «Сименс». Мы для правительства Забайкальского края озвучили, что проекты существуют, что они реально могут быть воплощены в жизнь на территории города Краснокаменска, именно производственные. Несколько проектов – это из-за вне субъекта нашего Забайкальского края, это с центральной части России. Но и для резидентов, в свою очередь, существует ряд требований. Объем их инвестиций должен составлять не меньше пяти миллионов рублей в течение пяти лет. Кроме того, они должны создать как минимум 20 рабочих мест. Дополнительным препятствием могут стать и цены на топливо, а также транспортная логистика. Я понимаю, что я не могу разместить свое производство каркасно-тентовых конструкций в Краснокаменске, поскольку меня задавит транспортная логистика. Это очень дорогое. Все-таки 525 километров до города Краснокаменска. И доставка материалов, и доставка готовых изделий в Читу для их реализации, для меня это очень дорогое удовольствие. В любом случае, окончательное решение о том, получит ли Краснокаменск статус ТОРа, будет принято не ранее 2018 года.